В этом году ежегодный образовательный форум выдался масштабным. На образовательных площадках, которые стартовали в регионе 15 августа, приняли участие более 5000 человек. Ни одна сотня гостей пришла сегодня в Педагогический университет на интерактивную выставку разработка достижений образовательных и профессиональных организаций. Здесь представлены отдельные виды работы. У нас, ребят, очень много, у них есть проектная деятельность, каждый выполняет свой проект по разным совершенно направлениям. У нас три профиля. Это технологический, гуманитарный и естественно-научный. Здесь, конечно, представлен, вы понимаете, естественно-научный профиль. Вот там ребята определяют, работают с определением видов бабочек. Ключевым событием форума по традиции стало пленарное заседание. В этом году мероприятие посетила министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева, которая напомнила про основные цели и задачи нацпроекта образования. Второй целью нашего национального проекта образования является воспитание гражданина. Напомню вам, что система, системная основа воспитания заложена в стратегии Российской Федерации. Этот большой документ, который определяет движение в этом направлении до 2025 года, что сделало министерство вместе с регионами. Я знаю, что в регионе уделяют особое внимание проблемам воспитания. И уже в сентябре 2019 года мы начнем во всех регионах нашей страны апробацию примерных программ воспитания для начального, общего и среднего образования. Сегодня Ульяновская область успешно участвует во многих федеральных проектах. Так, в рамках программы «Успех каждого ребенка» создан региональный модельный центр дополнительного образования, а также внедрен общедоступный навигатор дополнительного образования детей. Благодаря проекту «Учитель будущего» к концу 2022 года на территории региона появятся принципиально новые институты, центр непрерывного повышения профессионального мастерства и центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогических работников. При этом ключевым вопросом становится закрепление и повышение статуса учителя. «Статус учителя определяет ситуацию образования, а значит и в стране в целом, а значит никто и ничто не заменит учителя. На мой взгляд, занимаем правильную, она где-то, наверное, даже очень принципиальная, но она, еще раз повторяю, очень верная позиция. Нам необходим закон о статусе педагога». Новизна законопроекта состоит в том, что в регионе будут установлены дополнительные статусы педагогических работников. Педагог-наставник, педагог-методист, педагог-исследователь и другие. Ведение такой классификации позволит повысить качество образования и квалификацию педагогов, а также профессиональный престиж тех, кто непосредственно будет заниматься наставничеством, методической работой и исследовательской работой. Кроме того, специалистам, удостоенным этого статуса, будут ежемесячно уплачиваться субсидиям. «Я думаю, что надо принимать. Я вот сегодня внес поправочку, небольшую сходу, прочитав сегодня первый раз этот закон, законопроект, и губернатор согласился. Дело в том, что размер материальной помощи предполагается для всех категорий, и наставника, и исследователя, и учителя. Речь идет о цифре абсолютной, а, наверное, надо было какой-то относительной». «Я уверена, что форум сегодня прошел на очень высоком уровне, особенно в содержательной части, и те участники форума, которые хотели получить ответы на вопросы, которые их волнуют, они получили, обсуждали все вопросы кадров, они имеют место сегодня быть и подготовка педагогов, обучение в высшей школе, и, самое главное, материально-техническая база самих учебных заведений». Главным итогом форума стало обсуждение и утверждение закона о статусе педагогических работников Ульяновской области. По новому закону каждый педагог области будет иметь именное удостоверение и нагрудный знак, подтверждающий его статус, а также у них появится право на учительские запросы в органы государственной власти и местного самоуправления, аналогичные депутатским запросам. В настоящее время на территории Российской Федерации подобных законов нет, поэтому Ульяновская область в этом вопросе выступает регионом-новатором. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ул. Правда. ТВ.